В настоящее время подводные лодки находятся на вооружении 39 стран мира. Шесть из них обладают атомным подводным флотом, и ещё три ведут строительство своих первых атомных субмарин. Но самыми большими подводными судами располагают Россия и США. Современные атомные подводные лодки АПЛ представляют собой тяжёлые ракетные крейсеры стратегического назначения с атомным вооружением на борту. В этом выпуске мы посмотрим, как устроена внутри самая мощная подводная лодка в мире. Крупнейшими АПЛ в мире являются американские лодки типа Огайо, и русские, проекта 941 «Акула». Наиболее известная среди них ТК-208 «Дмитрий Донской». Этот подводный крейсер побил множество мировых рекордов, таких как мощность вооружения, длина, водоизмещение, тихоходность и т.д. Проект стратегического назначения 941 «Акула» разработали в Санкт-Петербургском конструкторском бюро «Рубин» под руководством Сергея Ковалёва. А первая лодка типа «Акула» была заложена на предприятии «Севмаш» в 1976 году. Её сдали в эксплуатацию в 1980-м, и сейчас она является единственной находящейся на вооружении ВМФ России субмариной такого типа. Корабли класса «Акула» – самые длинные подлодки в мире. Длина Дмитрия Донского составляет 172 метра. Это почти два футбольных стадиона. Высота от Киля до верхней точки примерно 26 метров. ТК-208 имеет водоизмещение около 48 тысяч тонн. А это более 19 олимпийских бассейнов, заполненных до краёв. Питание идёт от пары атомных реакторов ОК-650. Каждый вырабатывает 190 мегаватт тепловой мощности. Чтобы произвести такое количество энергии на Земле, понадобилось бы около 2 миллионов солнечных панелей мощностью в 200 ватт. Лодка оснащена двумя турбинами по 50 тысяч лошадиных сил каждая. Максимальная скорость ракетоносца – 27 узлов в подводном положении. Представьте себе девятиэтажку, которая несётся в воде со скоростью 50 км в час. А на поверхности её скорость составляет 22 узла. В 1986-м акулу из стали занесли в Книгу рекордов Гиннесса. От всех других её отличает необычная конструкция. Это своего рода катамаран с двумя прочными корпусами, между которыми размещены 20 пусковых шахт с баллистическими ракетами межконтинентальной дальности. Причём размещены они в передней части корабля перед ограждением выдвижных устройств между двумя корпусами, а не внутри прочного корпуса, как обычно. Всю конструкцию объединяет лёгкий корпус, внутри которого нашлось место ещё для трёх прочных капсул. Модули управления с центральным постом, торпедного отсека в носовой оконечности и кормового механического отсека. Размещение трёх функциональных и обособленных отсеков в пространстве между основными корпусами позволило повысить пожаробезопасность и живучесть лодки. В целях снижения шумов корпус покрыт специальным резиновым покрытием весом 800 тонн. Лодка может настолько слиться с океаном, что киты и косатки часто принимают её за своего сородича. Это создаёт дополнительное прикрытие. Дмитрий Донской приспособлен для работы в северных широтах Арктики. Подлодка может автономно совершать тактические манёвры во льдах и под ними. Субмарина способна проламывать глыбы толщиной до двух метров, в отличие от американских Огайо, которые не предназначены для холодных вод. Размеры подводного крейсера обусловлены габаритами новых трёхступенчатых межконтинентальных баллистических ракет, которыми он вооружён. По сравнению с американскими, эти ракеты типа Р-39 обладают лучшими характеристиками дальности полёта – 8300 километров. Это значит, что они могут долететь до экватора прямо с Северного полюса. Гигантских боеголовок массой 90 тонн, длиной в 16 и диаметром в 2,5 метра, на Дмитрии Донском, как уже говорилось, 20. Среди остального вооружения – 4,21-дюймовых и 2,26-дюймовых торпедных аппарата. Противовоздушная оборона состоит из восьми комплектов ПЗРК Игла-1. Конструкция субмарины уникальна тем, что до сих пор никто не смог её повторить, и, как считают некоторые эксперты, не сможет. Визуально лодка напоминает слегка приплюснутый французский батон. А внутри состоит из двух параллельно расположенных сигарообразных цилиндров диаметром по 10 метров с тремя переходами между отсеками. Можно считать, что в одном огромном корпусе расположены две подлодки, поскольку в каждом цилиндре всё дублировано – и реакторы, и турбины, и каюты. Благодаря такому строению подлодки, вероятность её гибели минимальна, в случае если одна половина корабля откажет, субмарина сможет выполнить поставленную задачу и вернуться домой за счёт другой. Общее число водонепроницаемых отсеков – 19. Две всплывающие спасательные камеры, рассчитанные на весь экипаж, размещены у основания рубки. Личный состав подлодки состоит из 160 человек, из которых 52 офицера. Управление кораблём, находящимся в надводном положении, производится из рубки. Внутри ограждения рубки располагаются различные выдвижные устройства – радиотехнические средства, антенны, перископы. Палубой ниже, в центральном посту, осуществляется управление кораблём. От движения до ракетных и торпедных стрельб. В представлении многих людей подводная лодка внутри – это тысячи вентилей, трубопроводов и приборов. Это верно, но часть жилых помещений Акул больше напоминает вагоны-купе. Длинные коридоры, раздвижные двери, пластиковая отделка. Спустившись по трапу жилого отсека, мы прежде всего попадаем в зону отдыха. Подводники называют это помещение зоной психологической разгрузки. Здесь находятся удобные кресла-качалки, сидя в которых можно смотреть любимые фильмы. Даже сохранился старый ламповый телевизор, модель которого специально создавалась для установки на подводных лодках. Есть цветы и аквариум с рыбками. Пройдя вперёд из зоны психологической разгрузки, попадаем в ещё одно интересное место – спортзал, а за ним бассейн. Чуть дальше – баня с парной и душевые. Бассейн всегда заполняется солёной забортной водой. Дмитрий Донской создавался для службы на севере, поэтому вода ледяная. Самое то, чтобы прыгнуть после бани. Парилка в целях безопасности электрическая, хотя в каком-то смысле подогревает её атом. Чтобы познакомиться с кают-компанией, столовой личного состава и другими помещениями, нужно пройти через череду жилых отсеков и коридоров. Командный состав, командиры боевых частей, живут в каютах по одному человеку, младший офицерский состав – по два, мичманы и личный состав – по четыре человека. В каютах личного состава всё почти как в поезде. Особенно об этом напоминают верхние койки-полки, но здесь всё-таки намного удобней. Есть письменные столики, шкафчики для одежды и умывальники. Над каждым спальным местом находится ШДА – шланговый дыхательный аппарат, необходимый для защиты органов дыхания и зрения при появлении в отсеках вредных химических веществ. Кают-компания очень напоминает музей. И это не ошибка. В конце 2000-х годов на корабле при поддержке Тульского музея-заповедника «Куликово поле» появилась постоянно действующая экспозиция. Здесь же в кают-компании спряталась незаметная дверь, которая практически сливается со стенами. Это один из входов в столовую личного состава и пищеблок, так называемый камбус. Готовят здесь профессиональные коки, которые регулярно проходят обучение. В ежедневном рационе моряка – шоколад, красное вино, красная икра или красная рыба. Праздники-подводники тоже отмечают. Для каждого именинника корабельный кок печёт торт, который вручается в центральном посту командирам корабля. Отдельный коридор ведёт в салон командира и его каюту. Этим и ограничивается экскурсия внутрь самой мощной ядерной подводной лодки в мире, потому что в стратегически важные отсеки посторонним вход категорически запрещён. Уникальность субмарины Дмитрий Донской в том, что о ней знает весь мир. Её образ использовался во многих западных боевиках, книгах и документальных фильмах. Американский журналист Марк Эпископас оценил смертоносные возможности Дмитрия Донского, назвав его машиной судного дня.